Котельные уходят на двухнедельную профилактику в соответствии с графиком. За это время на котельных в сетях планируется провести работу по ремонту и замене оборудования. В Сергиево-Посадском городском округе в мае горячую воду не отключат. График остановки котельных округа на профилактику пересмотрен в связи с сохранением мер по борьбе с коронавирусом. По новому графику горячую воду на 14 дней начнут отключать с 1 июня. Актуальный график отключения котельных. МОП районной коммунальной системы. 21 июня. Микорайон Новый с 8 июня по 21 июня. Реулазовская Лоза с 15 июня по 28 июня. Зубцова с 6 июля по 19 июля. Здравница с 8 июня по 21 июня. Реусилковская Силкова с 1 июня по 14 июня. Федорцова с 8 июня по 21 июня. Таргашино с 1 июня по 14 июня. Трехселище с 6 июля по 19 июля. Реуберезниковская Березники Бужанинова-Сваткова с 8 июня по 21 июня. Реуримаш Римаш с 27 июля по 9 августа. Реухатькова Котельная номер 1 с 8 июня по 21 июня. Котельная номер 2 с 6 июля по 19 июля. Котельная номер 3 с 22 июня по 5 июля. Котельная номер 4 с 6 июля по 19 июля. Котельная номер 6. С 1 июня по 14 июня. Котельная номер 7. С 6 июля по 19 июля. Котельная номер 9. С 1 июня по 14 июня. Котельная номер 11. С 15 июня по 28 июня. Котельная номер 12. С 1 июня по 14 июня. Заострой группа СП. Рабочий поселок Богородское. с 1 июня по 14 июня. Мопос по теплосеть. Рабочий поселок с 13 июля по 26 июля. Клементьевская с 1 июня по 14 июня. Квартал В с 22 июня по 5 июля. Дом быта с 1 июня по 14 июня. ПМК с 15 июня по 28 июня. Первая горбольница с 13 июля по 26 июля. Школа-интернат с 3 августа по 16 августа. Лесхоз с 10 августа по 23 августа. Мишутино с 6 июля по 19 июля. Поселок Ферма с 3 августа по 16 августа. Углич с 29 июня по 12 июля. Конкурсный с 18 июня по 22 июня. Новоуглическое шоссе. Дом 58 с 10 августа по 23 августа. Новоуглическое шоссе. Дом 60 с 10 августа по 23 августа. Птицыград с 27 июля по 9 августа. Микрорайон Скобянка с 3 августа по 16 августа. Микрорайон Скобяное шоссе. Дом 6. Шестя с 6 июля по 19 июля. Скоропусковский поселок с 29 июня по 12 июля. БМК поселок Лакокраска с 10 августа по 23 августа. Поселок Совхоз с 13 июля по 26 июля. ООО «Инвестиционная компания Энергосистема». Котельная на Московском шоссе. Дом 40 Б. С 1 июня по 14 июня. Молокозавод Новоуглическое шоссе. Дом 71 Б. С 15 июня по 28 июня. Котельная города Сергий в посад. СТЭК с 29 июня по 12 июля. КЖБИ с 3 августа по 16 августа. НИПХ с 15 июня по 28 июня. Котельная НИРП не останавливается. Котельная санатория Загорские дали не останавливается. Котельная Архимед-1 с 1 июня по 11 июня. Котельная Архимед-2 с 15 июня по 22 июня. Котельная Евросипспецстройсервис не останавливается. ФГБУ, ЦЖКУ деревня Шарапова с 6 июля по 19 июля. Деревня Абрамова с 20 июля по 2 августа. Сергий в посад 6 с 1 июля по 14 июля. МУП ККК. Котельная номер 3. С 15 июня по 28 июня. Котельная деревни Семенково. С 15 июня по 28 июня. ФКП НИЦРКП. Котельная НИЦРКП. С 6 июля по 19 июля. Котельная АОЦ НИСМ. С 25 июня по 8 июля. Горячую воду в летнее время отключают повсеместно. Вода в квартирах исчезнет на несколько дней или недель. Этому есть объяснение. Главная причина – проведение профилактических работ жилищно-коммунальных предприятий и служб. Система водоснабжения – сложный технический комплекс для отбора, очистки, хранения воды и подачи ее потребителям. Источником воды являются реки, подземные скважины, колодцы. Чтобы попасть в квартиру, вода преодолевает многокилометровый путь по трубам. Российская система теплоснабжения выросла на основе принципов централизации, заложенных еще при Советском Союзе. Центральное отопление позволяет оперативно разрешить вопросы обогрева и снабжения каждой квартиры горячей водой. Однако после прохождения отопительного сезона требуется проверка состояния труб. На вопрос, зачем отключают горячую воду летом, коммунальщики отвечают, чтобы произвести регулярное техобслуживание или капитальный ремонт. Это помогает предотвратить аварийные ситуации в то время, когда нагрузка на сети максимальная.